Добрый день, уважаемые зрители нашего видеоканала! Я Елена Кофейникова, эксперт по инвестициям и недвижимости в Испании. Меня пригласили в качестве эксперта и инвестора практика выступить на уроке школы по инвестированию для того, чтобы поделиться своим опытом и практикой. Так как это был закрытый урок только для учеников школы, то я решила поделиться данной информацией и со зрителями нашего видеоканала. Международный портал элитной недвижимости и инвестиций Люксинвест представляет Крупнейший каталог элитной недвижимости и инвестиций в Испании SpanLuxInvest.com Звоните прямо сейчас! Подписывайтесь на видеоканал Люксинвест 2010 и ставьте лайки! Коротко хочу рассказать про переезд в Испанию и как я пришла к инвестированию. Когда-то давно, имея свои бизнесы по большим оптовым поставкам продуктов и машиностроительный бизнес, туристическую компанию, я перевела всю деятельность в Испанию, так как искала страну со стабильностью, поскольку это очень важно для меня. Я этого достигла, так как доходы, которые я получала в евро, не обнулялись, как в России, за последние 30 лет. Ведь, как мы видим, в России периодически происходила девальвация рубля. Испания дает мне уверенность в завтрашнем дне, так как здесь нет таких скачков. И я уверена, что здесь будет всегда стабильно. Это я уже проверила на практике и своей жизни в Испании. По поводу создания и ведения бизнеса в других странах. Я изучала рынок инвестиций в недвижимость в Лондоне, в Германии, Америке и пришла к выводу, что самое стабильное и понятное для менталитета, для сохранения капитала – это Англия и Испания. Но так как порог входа в инвестиции в Англии намного выше, чем в Испании, и для меня также были в приоритете неграндиозные суммы инвестиций, поэтому Испания оказалась более приемлемой. Откровенно скажем, доступной. Так же, как и для моих покупателей и инвесторов, которые интересовались такими вложениями, плюс стратегически рассматривая место, именно локацию, как все мы понимаем, те, кто занимается инвестированием, локация – это самый первый и главный фактор. Поэтому нужно было определиться с местом. Для этого я потратила 12 лет, изучая разные страны, и из них 7 лет изучая Испанию, с ее регионами, с ее привлекательностью для туристов, для того, чтобы создать пассивный доход. И, как и все, я хотела иметь источник пассивного дохода, что последствия у меня и получилось. Поэтому я могу выдать информацию из личного опыта, так как мне это удалось сделать, и так как удавалось это сделать на протяжении последних 10 лет нашим покупателям, которые покупали недвижимость для сдачи в аренду. В последнее время, точнее в последние несколько лет, рынок Испании менялся и появлялись новые возможности, каких не было раньше. И опять же, изучение рынка Испании дало возможность конкретизировать и место, и точки инвестирования в тех сегменты и объекты рынка, которые, во-первых, наиболее ликвидные, их быстро можно реализовать и в ближайшие десятилетия, они точно не потеряют свою стоимость, а будут только расти и будут актуальны. Это оказался новострой. В Испании не было раньше таких объектов, где можно было вложиться на стадии строительства, на стадии оф-план. А эту тему я досконально изучала в Лондоне. На этом можно повысить доход всегда. Главное правильно выбрать место и объект. В Лондоне есть уникальные земли, уникальные объекты, на которых за два года капитализация дает рентабельность 40% на вложенные деньги. Но так как суммы для вложения в Лондоне намного больше, и поэтому я так же, как и наши клиенты-инвесторы, искала рынки с более доступными суммами инвестирования, которые именно Испания и предложила. В частности, один регион в Испании, который привлек внимание не только инвесторов, но и большое количество туристов и людей, которые хотят жить здесь. И этим регионом оказалось северное побережье Коста-Бланка, а именно город Бенедорм и его пригороды. Так как это место уникально по своему климату, по своему природному наполнению, по высокому уровню сервиса и многому другому. Это не мегаполис, но и не деревня. Сюда приезжают миллионы людей со всего мира. Это место ценят и не зря. Именно оно оказалось выбрано мною спустя нескольких лет изучения всей Испании, и мой правильный выбор подтвердился результатами, поскольку здесь я получаю нереально высокие доходы. И самый главный момент – это то, что оказалось правильным вложиться на стадии строительства в несколько комплексов. Я очень долго и целенаправленно изучала каждый комплекс, каждое место, каждый дизайн-проект, все системы рассрочки, все инструменты финансирования и спрос, то есть востребованность объектов для понимания ликвидности. После этого я для себя выделила несколько комплексов, которые для меня сыграли очень положительную динамику роста цен, на которых я, как и мои покупатели-инвесторы, получили высокие доходы от капитализации. Хочу добавить, что не все проекты имеют повышение цен, так как некоторые застройщики уже повысили цены максимально. Есть всего несколько комплексов, имеющих потенциал роста стоимости. Их выпустили в продажу по ценам ниже рыночных, для того, чтобы быстрее продать и освоить следующие новые проекты на других участках. И сами инвесторы-застройщики не ожидали, что будет такой спрос. Даже, можно сказать, ажиотаж на эти комплексы. Я хочу рассказать вам о показателях, которые получились у меня лично и у моих покупателей при инвестировании в эти комплексы. Один из них находится на первой линии моря. В новом районе, который не имел никаких строений, но имел большую перспективу. Именно здесь застройщик с серьезной репутацией начал строить элитный комплекс. Мы проверяли абсолютно все действия и все документы, как и все инвесторы, хотели себя обезопасить от рисков по вложению денег в строительство. Для этого мы привлекли коллегию адвокатов, чтобы проверить все нюансы. Плюс Испании в том, что есть законы для безопасности инвесторов, которые покупают на стадии строительства, обязывающие застройщика предоставить банковскую гарантию или оваль, при которых инвестор может возместить все деньги от банка, а не от застройщика. Если застройщикам что-то происходит, или он обанкротится, или он не сможет достроить, или возникнут какие-то другие причины, влияющие на завершение и сдачу объекта. Таким образом, мы себя обезопасили. Итак, мы получали гарантию и могли быть уверены, что наши деньги сохранятся как минимум. А также я в течение долгого времени наблюдала за этим застройщиком во время строительства элитных объектов бизнес-класса, и он зарекомендовал себя с лучшей стороны. Он уже 40 лет на рынке и имеет положительные динамики роста цен и качества строительства. И опять же, выбор объектов этого застройщика был стратегически выверен, так как этот бизнес очень серьезный, и инвесторы, которые вкладывают такие суммы, также сами проверяют их инвестиции на все возможные риски. У них есть маркетинговые, аналитические, экономические, юридические отделы для изучения рынка и правильного ведения бизнес-процессов. Поэтому выбор данного места этим застройщикам был сделан не случайно. Он примыкает к городу Бенедор и находится в зеленом месте у моря. Это сосновые заповедники, эвкалиптовые и оливковые рощи, которые привлекают людей, любящих природу, тишину, комфорт, но при этом недалеко от развитой инфраструктуры. И самый главный фактор – это первая линия моря, которую любят и которая всегда востребована. В Испании существуют ограничения по строительству на первой линии моря, и поэтому возникает уникальность и ограниченное количество таких объектов, что особенно важно для инвестора. Таким образом, я сделала свой выбор и вложила свои средства в несколько объектов. Наши покупатели и инвесторы также инвестировали в него и заключили контракты на приобретение более 40 объектов. Итого мы в первой фазе выбрали 15 объектов, которые были закончены в конце 2020 года. Мы наблюдали за стройкой, за выдачей нам банковской гарантии и так далее. Мы уже прошли этот путь, а сейчас мы являемся собственниками отличных апартаментов, таунхаусов и пентхаусов. Прирост на данных объектах составил более 70%, а на вложенные средства более 100%, а у меня лично около 200%. Но я не могу предложить сейчас такое всем инвесторам, так как цены застройщики поднимали уже более 10 раз. В итоге сейчас идет продажа оставшихся объектов в фазе 3 и вышла в продажу в фазе 4. Часть, которые уже купили, а далее будут следующие фазы очереди строительства, в которых мы понимаем, что цены будут еще выше. Поэтому ждем их цены и будем анализировать возможный прирост. Я предполагаю, что там будет прирост не более 20-30%, но он будет, так как фаз в этом проекте будет еще 9 или 10. Поэтому застройщик поднимает цены, так скажем, не максимально, так как ему нужно будет продавать и в дальнейшем. Поэтому в любом случае цены объектов на котловане будут интереснее, чем после окончания строительства. И нужно рассматривать тенденцию спроса и ситуацию, которая сейчас происходит в мире. Как мы наблюдаем сейчас, европейцы покупают эти объекты очень быстрыми темпами, что в свою очередь не дает опускаться ценам, а наоборот, только заставляет их подниматься. Потому что объектов остается единицы, а вариантов с фронтальным видом и с теми критериями и требованиями к элитной недвижимости на первой линии моря, что дает уникальность этим объектам и создает еще больше преимуществ. На всем рынке в Испании очень малое количество в целом. И при высоком спросе на такие объекты недвижимости цена на них всегда возрастает, а не снижается. Что я могу еще сказать про этот комплекс? В следующих фазах, хоть их очень мало, но еще будут интересные объекты для инвестиций и там будет прирост цен и капитализации от 17 до 30%. И при этом еще мы предполагаем зарабатывать на пассивном доходе от аренды. В данный момент мы рассчитываем наши доходы от аренды. Они получаются более 20% рентабельности от вложений за год при сдаче в аренду с учетом всех расходов и налогов. В настоящее время в продаже объекта четвертой фазы, где капитализация чуть выше, да и интерес к ней больше, так как очень интересная система рассрочки. Оплата 20% на подписание основного контракта, через полгода 10% и еще через полгода также 10%. На эти вложенные средства капитализация составляет от 18 до 35%. Мы делаем расчеты и аналитику по каждому объекту. Здесь есть еще немного перспективных интересных вариантов, которые мы выбираем очень тщательно и таким образом мы с инвесторами ищем такие варианты, которые могут дать наиболее выгодную доходность. И также они будут приносить пассивный доход более 20% после того, как они достроятся и ведутся в эксплуатацию. То есть, соответственно, это выгодные и очень выгодные объекты. Но вход в эти объекты начинается от 76 тысяч евро и выше, так как цены в комплексе начинаются на спальные квартиры от 190 тысяч евро, а на двуспальные квартиры от 290 тысяч евро. При применении инструментов финансирования в Испании можно приобретать объекты с кредитом 60-70%, под 3,5-4,5% годовых на 15-20 лет. А в данном комплексе есть льготные условия от банка, которые дают банковские гарантии. Именно на этот проект кредит под 2,9% годовых. Соответственно, для нас это увеличивает доходность вложений и мы можем приобрести с кредитованием. В Испании существуют налоги на приобретение недвижимости и расходы составляют примерно 13-14% от цены, которые складываются из НДС 10% и расходов на оформление сделки. И соответственно, при покупке объекта за 290 тысяч евро нам необходимо своих денег 53,5% это около 150 тысяч 150 евро. А при покупке односпального апартамента от 190 тысяч общий вход в инвестиционный проект будет составлять около 54%, а именно около 102 тысяч 600 евро. С учетом всех налогов и расходов при покупке с кредитом. Наши инвесторы успели приобрести 47 объектов в трех фазах этого проекта. Это высокий показатель и это лидер продаж в сегменте в нашем регионе среди комплексов на первой линии моря. Теперь перейдем в другой сегмент, где могут инвесторы внести меньший вход, так как застройщик предлагает 25% оплаты до окончания строительства. И эта сумма также оплачивается в течение нескольких месяцев в рассрочку примерно от 2 до 4 месяцев. Соответственно, про этот комплекс также хочется коротко рассказать, а более подробную информацию можно получить уже обратившись ко мне лично. В данном комплексе есть разные типы объектов квартиры, пентхаусы и дуплексы. При вложении в дуплексы наши покупатели получили высокий прирост, так как купили дуплексы за 350 тысяч евро и по 375 тысяч евро плюс 10% НДС и плюс 3,5% на оформление сделки. На сегодняшний день рыночная цена дуплекса составляет около 500 тысяч евро, то есть наши покупатели получили прирост 150 тысяч евро или 125 тысяч евро, соответственно. А это около 40% рентабельности на вложения, но они еще имеют доходность от дальнейшей сдачи в аренду, которая составит более 20% в год. Напоминаю, здесь есть разные типологии апартаменты, дуплексы и пентхаусы. У пентхаусов рентабельность за 1 год на вложение на этапе строительства, рассчитанная от суммы вложений при покупке с ипотекой составляет около 55%. А рентабельность от сдачи в аренду при условии покупки с ипотекой от 15 до 23% в год на вложенные средства. А при покупке без ипотеки в районе от 7 до 11% в год. Еще раз обращу ваше внимание на очень интересные объекты, которые называются двухэтажные дуплексы, где из одного объекта можно сделать две квартиры. Я купила себе один такой двухэтажный дуплекс в первом комплексе данного застройщика для получения дохода на приросте цен, для сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Мой дуплекс на сегодня стоит 700 000 евро и я прекрасно заработала на инвестициях в этот сегмент. В настоящее время я сдаю его в аренду по следующим ценам. При аренде сроком на один год цена составляет 4000 евро в месяц. При краткосрочной аренде цена составляет от 2000 до 5000 евро за одну неделю в зависимости от сезона. Если поделить такие дуплексы на два отдельных апартамента, как это сделала я, и это позволяет планировка, то апартаменты принесут доход от сдачи в аренду от 22 до 32 процентов в год на вложенные средства при покупке с кредитом и от 10 до 15 процентов в год при покупке без кредита. Но при этом это сегмент невысокого люкс-класса, но выше эконом-класса. Такая недвижимость довольно сильно востребована туристами в Испании, но также капитализация и прирост суммы составит в районе 200 тысяч евро на один такой объект за два года строительства минимально. Получается, что при покупке таких двух апартаментов всего за 440 тысяч евро рентабельность за один год на вложение на этапе строительства, рассчитанное от суммы вложений при покупке с ипотекой, составит почти 83 процента на вложенные 25 процентов от стоимости, а на руках даже при максимальных расходах на оформление сделки и перепродажу остается 101 тысяча 880 евро. Этот комплекс интересен для тех, кто может войти со входом на квартиры от 90 тысяч 750 евро, которые составляют 25 процентов от стоимости, плюс 10 процентов НДС, с учетом того, что на сделки нужны будут свои 15 процентов плюс 10 процентов НДС на 60 процентов выданные банком кредита. Это самый бюджетный вариант для инвестирования и дальше я расскажу о более высоком бюджете. Это инвестиции в строительство ВИЛ. Инвестирование в строительство ВИЛ дает прирост капитализации меньше, чем инвестирование в квартирные комплексы. Но есть другой важный составляющий критерий для инвестиций это более выгодная рентабельность от сдачи в аренду в будущем. Таким образом, просчитав все возможные риски и доходности, я разделила свои инвестиции на три разных направления. Можно сказать, разложила деньги в три разных корзины и выделила важные факторы, по которым это определялось. первое это ликвидность. Все три проекта очень ликвидные, очень быстро продаются, так как очень востребованы. Второе доходность от капитализации и третье это доходность от сдачи в аренду. Второй фактор по капитализации выиграли объекты на первой линии и более экономичный вариант в фенестрате, так как рентабельность от капитализации приносит ВИЛ меньше, но третий фактор доходность от аренды больше всего именно у ВИЛ. Поэтому я также вложила в элитную ВИЛу и множество наших инвесторов также приобрели ВИЛы и сейчас их сдают в аренду по довольно дорогим ценам. А часть ВИЛ достраивают и мы будем их сдавать в аренду. Показатели предполагаемой рентабельности, которые мы проверяли по ценам на рынке, их спрос, их конкурентно-способность, их востребованность, ликвидность выдали нам результаты о том, что есть всего один интересный проект, который может конкурировать со всеми остальными на рынке по соотношению цены и качества. Это клубный район Сьерра-Картина. Район, где востребованность элитных ВИЛ для сдачи в аренду очень высокая. Но таких ВИЛ в аренду практически нет. Одна-две ВИЛы появляются на рынке и их быстро сдают. Обычно собственники их не хотят сдавать, так как покупали для личного использования. Но у нас очень большой спрос на такие ВИЛы для сдачи в аренду. И это дает стабильность и выгодную доходность от сдачи в аренду в дальнейшем. Поэтому в такие ВИЛы могут вкладывать такие инвесторы, которые думают о пассивном доходе в формате, что вместо четырех или десяти квартир, которые можно купить за эти деньги, и не вникая в их управление и движение мелких сумм от аренды квартир, они предпочитают единовременно купить одну ВИЛу и сдавать ее за большие выгодные арендные доходы. Таким образом, я также выбрала для себя третий сегмент, именно элитную ВИЛу, от которой предполагаю получать доходы от аренды более чем в других комплексах. А также я заработала на капитализацию, так как цена на мою ВИЛу поднялась более чем на 600 тысяч евро. Я получила довольно высокий доход, который я получила от инвестирования на стадии строительства в элитную ВИЛу, и это также оказалось правильным направлением, которое я выбрала. О моих результатах и личных инвестициях я подробно расскажу в других видео, так как это отдельные серьезные темы для инвесторов. Вот эти три сегмента я выбрала для себя и для наших инвесторов, с которыми мы очень много и долго рассчитывали и пересматривали все объекты рынка несколько лет. Изучали тенденции, спросы, падения и даже в течение трех последних непростых лет показатели наших инвестиций не ухудшились, а только удостоверили меня в правильности выбора и дают мне положительные выводы и результаты, что наши деньги, кроме того, что они сохранятся, но они еще и вырастут. И хочу коснуться еще нескольких направлений для инвестирования в Испании. Четвертое направление это то, что мы предлагаем инвесторам вкладывать в апартотельный бизнес на базе апартаментов в жилом комплексе, о котором я рассказывала в Фенестрате, так как можно выкупить несколько объектов в одном блоке или в нескольких блоках и сделать из них апартотельный бизнес. Можно сделать его из вариантов 5, 10 или 20 квартир или нескольких дуплексов, которые дадут заработок в 2, а то и в 3 раза больше, чем доходность от любого отеля или апартотеля небольшого хостела, которые в данный момент очень востребованы и работают в Бенедорме. Но их доходность не превышает 10-12%. Поэтому эти апартотели, которые созданы на базе апартаментов в новостройках, принесут рентабельность на доходность от аренды порядка от 14 до 22% в год на вложенные средства. Также вы можете в любой момент реализовать любой из апартаментов, чтобы переложить эти деньги в другие объекты, а не так, как вложить в какой-то один апарт-отель, который нельзя продать частями или по отдельности. То есть это тоже стратегически интересно для финансового передвижения денег из одной корзины в другую. Пятый момент, который я хочу обсудить, это инвестиции во вторичную недвижимость, которая существует на рынке давно, но на нашей практике это происходило постоянно. Многие люди покупали готовые объекты и сдавали их в аренду, но прироста цены на них не было и ждать этого не стоит. На них его не будет, плюс расходы в Испании на покупку таковы, что составляют от 13 до 15%. Соответственно, при таких вложениях можно рассчитывать только на рентабельность от сдачи в краткосрочную аренду, приносящую от 7 до 10%. Эти объекты также мы можем предлагать для тех, кто боится вкладывать в новострой на стадии строительства. Таким образом, это тоже интересный вариант, но с меньшей доходностью, хотя и с очень стабильной, и это гарантировано постоянным спросом. Для инвесторов, которые хотят гарантии доходности и стабильности, мы создали такую акцию, которая гарантирует доход именно под нашу гарантию с договорами 4% на вложение при покупке без кредита или при покупке с кредитом мы даем гарантию на вложение денег с расходами 7%. Озвучены 5 сегментов с минимальными вложениями, а также есть еще два интересных направления, которые хочется озвучить. Во-первых, это строительство жилых комплексов или вилл в интересных и востребованных местах и земельных участков осталось в этих районах достаточно мало. Но еще есть некоторые очень элитные сегменты, в которых всегда востребована недвижимость премиум-класса. Здесь можно приобрести участки, построить дома и за полтора-два года эти инвестиции могут принести от 30 до 40% рентабельности на вложения, а срок строительства 2-2,5 года. Но в таких проектах сумма для вложения нужна намного больше. Эта сумма варьируется от 1 миллиона и выше. Соответственно, это для инвесторов, которые располагают большими суммами для инвестиций. И еще один сегмент, на который тоже хотелось бы обратить внимание. Вернемся к первому комплексу, о котором я рассказывала. Это комплекс на первой линии моря. Здесь на стадии строительства был выдан один интересный и самый выгодный сегмент. Это элитные пентхаусы и апартаменты с большими площадями, террасами и собственными участками, которые находятся на самом первом участке первой линии и имеют самые лучшие видовые характеристики и наибольший прирост цены за квадратный метр, что очень важно. На сегодняшний день остался только один апартамент с тремя спальнями за 840 тысяч евро. Цена за квадратный метр 4773 евро. Цены по рынку на недвижимость такого уровня на первой линии моря на элитные новостройки за один квадратный метр выше 8-10 тысяч евро. Это видно на примере строящихся домов или других комплексов, которые присутствуют на рынке и цена у них уже выше 9 тысяч евро. Причем это только в стадии строительства. При этом цена за метр еще будет расти и мы рассчитываем на минимальную цену за квадратный метр 8 тысяч евро. Соответственно эти объекты выигрывают на приросте цены и капитализации. Разные апартаменты и пентхаусы по-разному от 18 до 44% составит рентабельность на вложение от капитализации. только от капитализации. И это редкие объекты. Остался только один, поэтому тут его уникальность предполагает именно высокую доходность за счет редкости. Так же, как и объекты в Лондоне в центре с лучшими видами, в лучшем исполнении, с возможностью для более обеспеченных покупателей и туристов. Так как их тоже можно сдавать в аренду. Они дадут пассивный доход от 15 до 20% рентабельности на вложение от аренды. Я рассказала вам об основных направлениях для инвестиций. Так как при проверке других комплексов в течение последнего года и в течение предыдущих лет я понимаю, что рост цены у многих уже состоялся. Так как продана основная часть объектов в новостройках, в некоторых комплексах, которые мы можем также предложить для вложения. И они имеют некоторые риски. Либо нахождение ближе к дорогам, либо меньшую площадь внутренних помещений, которые менее востребованы. Но они имеют одно преимущество, так как зачастую они немного дешевле. Если это использовать для инвестиций, то это тоже может подойти, но тут все зависит от того, какая сумма на вложение есть у инвестора. Мы наблюдаем рост цен за последние месяцы у завтрочеков рост от конкретных факторов спроса. И так как продажи идут стабильно и уверенно, застройщики дальше поднимают цены на оставшиеся объекты, либо уже подняли их максимально. Все это потому, что европейцы приезжают и очень много покупают, как для себя, для жизни, так и для сдачи, так и для варианта сохранить деньги и приумножить. И это выбор не только европейцев. У нас также очень много покупателей из Америки, Канады и дальнего зарубежья, что в свою очередь дает нам уверенность в том, что это место выигрывает по своим природным, климатическим и инфраструктурным критериям, что дает нам уверенность в наших правильных инвестициях и стабильность в завтрашнем дне, от получения пассивного дохода и сохранения наших денег. А также это возможность ликвидно продать и вложить эти деньги в другие интересные проекты, которые на нашем рынке стали очень редки и хотелось бы тоже это отметить. Нужно поторопиться, так как здесь остаются последние участки в пригороде Бенедорма, где наиболее лучшая локация. Соответственно, этот сегмент уже заканчивается. Через год-два уже такого прироста и выгодной рентабельности от капитализации не будет. Если вы хотите получить только положительный опыт, совершая сделку с недвижимостью в Испании, то делайте это с профессионалами. Мы можем предложить самые лучшие решения для вас, дорогие друзья. Обращайтесь, мы всегда найдем самый лучший вариант. Положитесь на наш колоссальный опыт. Мы команда опытных риелторов и инвесторов, готовых поддержать вас в любых вопросах о недвижимости в Испании. А для изучения рынка в Испании обязательно посмотрите видео «Золотая коллекция недвижимости и инвестиций в Испании», благодаря которому вы поймете куда лучше вкладывать свой капитал, чтобы не только его сохранить, но и приумножить. Все подробности о дистанционной покупке смотрите в ссылках под этим видео. Если вы подпишетесь на наш канал, вы точно будете довольны нашими информативными видео, не только о недвижимости, но и о жизни в Испании в целом. Смотрите обо всех нюансах, процессе дистанционной покупки и выбора объектов в плейлисте о процедуре оформления приобретения по ссылке под видео. А если вам интересна тема инвестиций и вы хотите узнать рассказы реальных инвесторов, то посмотрите плейлист «Результаты инвестиций в Испании» по ссылке под видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда получать свежую информацию о рынке недвижимости в Испании. Ставьте лайки и пишите ваши комментарии. ваше мнение. Наш видеоканал об Испании, о недвижимости и инвестициях с видеоинтервью инвесторов и отзывами наших покупателей ведет вас в курс наиболее точно обо всех аспектах жизни и инвестирования в испанский рынок недвижимости. Я хочу, чтобы вы всегда были довольны и желаю вам сделать правильный выбор. Везения вам и успеха! Смотрите также плейлист видеоотзывы покупателей о Люксинвест, где наши покупатели рассказывают о том, как они приобретали недвижимость с нами и что они получили. Другие видеоотзывы можно посмотреть на наших порталах в разделе видеоинтервью по ссылке под видео. Всегда к вашим услугам! Елена Кофейникова эксперт по инвестициям в Испании и директор компании по продаже и аренде элитной недвижимости SpainLuxInvest Международный портал элитной недвижимости и инвестиций Люксинвест представляет крупнейший каталог элитной недвижимости и инвестиций в Испании SpainLuxInvest.com Звоните прямо сейчас! Подписывайтесь на видеоканал Люксинвест 2010 и ставьте лайки! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...